Кому нужен весь этот романтизм? Помню, когда я готовилась к свадьбе. Это были самые чудесные дни моей жизни. Мы с Франциской обсуждали каждую деталь. Да, много надежд, а потом... Как всё меняется. Нет, я была счастлива много лет. Я смогла сохранить наш брак до тех пор, пока... Йоланда, вы с Франциской уже не... Я хочу сказать, вы вместе не спите? Пожалуйста, Артензия. У вас нет никаких отношений? Не понимаю, почему мы не можем поговорить об этом. Артензия, это слишком лично. Как ты можешь спрашивать? Что за глупости? Я твоя сестра, и мы доверяем друг другу. Всё равно. Послушай, ты живёшь в прошлом веке. Сейчас такие вопросы перестали быть табу. Артензия, я прошу тебя. Я спросила, спишь ли ты ещё с Франциской. Потому что если нет, то это верный признак того, что у него есть связь на стороне. Да. Когда муж теряет в этом плане интерес к своей жене, это говорит о том, что есть другая, которая удовлетворяет его сексуальные потребности. Понимаешь? Как бы то ни было, мы с Франциской уже не молодые люди. Это естественно, что всё сходит на нет. Это естественно в нашем возрасте. Ты же знаешь, что Франциска очень страстный мужчина. Это правда. До недавних пор был. Давай не будем об этом. Поговорим о чём-нибудь другом. Ладно, я согласна. Монига немного эгоистична. Ей не нравится выполнять домашнюю работу. Но ты не должен её за это судить. Всё, хватит. Она твоя сестра, поэтому... Просто... Ты должен её защищать. Мне очень больно слышать, когда ты плохо говоришь о Монике. Она пытается добиться чего-то в жизни. И мы должны ей помогать. Я считаю, что так честнее. Моника нуждается в нашей помощи. Хорошо? Пойми ты это, наконец. Договорились? Да, да, я понимаю. Я знаю, что она хочет выбиться в люди. Я не понимаю, почему вы живёте, как кошка с собакой. Постарайся вести себя с ней получше. Я знаю, ты можешь. Хорошо. Эми, Моника сошла с ума. Когда-нибудь я расскажу тебе всю правду, и у тебя откроются глаза. Когда я отсюда выйду... Что ты сделаешь? Увидишь, что представляет из себя Моника на самом деле. Не хочу тебя слушать. Ты всегда говоришь глупости. Лишь бы что-нибудь сказать. У тебя язык без костей. Но, Эми, пойдём? Да. Идём, идём. Родной, приду, как только смогу. Не беспокойся. Держись, парень. Выздоравливай быстрее. Я и сам этого хочу. Ах, дети, всё обрызгали. Сейчас же праздник, дочка. Да, я и сама повеселилась. Ну, уже пора завтракать. Отложим работу. Да, я согласна. Разве не чудесный подарок мне сделал Мегелон? Я никогда не видела, чтобы невеста сама выбирала себе кольцо. Но он за него заплатил? Он должен был поступить так же, как донору Дейсио. Тот сам купил кольцо и надел его на руку России, о, Гомес. Ну-ка, прекратите. Пошли вон. Вон. Привет. Простите, мы играли. Сейчас карнавал. Вы... Хенероса нас познакомила, помните? Мы уже встречались раньше. Вы тогда перепутали меня с сестрой Мегелона. Вы пришли к нему? Его нет. Нет. Я хочу поговорить с тобой. Со мной? Да. Но не здесь. Один на один. Субтитры подогнал «Симон» А мы вас ждали, чтобы повеселиться. Сейчас же карнавал, сейчас самое время для веселья. Рамирес, мне сейчас не до этого. Помнишь, как поется в песне, и он умрет под музыку танго. Вы заболели? Что случилось? Дело не в болезни. Дело в душе. Что произошло? Может быть, выпьете со мной пивка? Да? Хотите, я вам волосы покрашу? У вас уже появилась седина. Не трогай. Извините, но я не могу оставить вас в таком состоянии. Так что скажите, в чем проблема? Росио меня не любит, Рамирес. Она мне отказала. Но кольцо... Ей понравился ваш подарок? Да, да. Но она не приняла кольцо. Вернула. Не может быть. Поверить не могу. Теперь мне нет для кого жить. Нет для кого находить красивые слова. Писать стихи. Пожалуй, пора на покой. Придется привыкнуть к печальной действительности. Я старик. И я... один. Большое спасибо, Нигилло. Всегда к вашим услугам, сеньорита. Привет. Хинероса, Алехандр пришел? Нет. Слава богу, я была у Гуччо. Мигилон меня отвез. Как ты, старушка? Ничего. Будешь обедать? Нет, нет. У меня куча дел. Потом надо заехать за хозяином. Пока. Пока. Спасибо. Что с тобой, Хинероса? Ты какая-то задумчивая. Что? Ай, дочка, что-то происходит в этом доме. Не знаю, что. Но вчера вечером Лала и Рассио о чем-то разговаривали. И вид у них был таинственный. Рассио мне ничего не рассказала. Я был готов на все. Строил из себя дурочка. Лишь бы завоевать ее. Но Россия у меня не любит. Я останусь один до конца своих дней. Не говорите так, Дон Руденсио. Это правда, Рамирос. Чистая правда. У тебя еще вся жизнь впереди. Я пришел за вами. Хочу, чтобы вы тоже повеселились со всеми. Иди. Я хочу побыть один. Для меня веселье закончилось. Наконец-то. Как вам карнавал? Где моя крошка? Хочу тебе сказать, что сюда приходила дочка хозяина дома, где ты работаешь. Вот так. Что? Она была здесь? Нет. Да. И она до сих пор здесь. Сидит в комнате. И разговаривает с Мерседес. Оставь его в покое. Он мой. Но я... Он... Мы... Мигелон. Я рада, что ты пришел. Выбирай. Она... Или я. Во января. Я рада. Субтитры создавал DimaTorzok